Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас снова видеть на своем канале. В предыдущем мастер-классе мы с вами учились вязать вот такие квадратики, из которых можно сделать все что угодно. Я вязала коврик, также этот узор хорошо подходит под пледы, наволочки и много других вещей. В этом мастер-классе мы с вами будем учиться его обвязывать. Обвязывать будем в той же технике, в которой и вязали квадраты. Обвязывать я буду тремя разными цветами пряжи. Также буду использовать тот же крючок, которым вязала основное полотно. Это троечка. И мне будут еще нужны ножнички, чтобы обрезать ниточки. Ссылочку на мастер-класс, кстати, основного вот этого узора я оставлю в описании. И сейчас где-то вылетит подсказочка. Ну а мы с вами не будем затягивать и приступаем к вязанию. Итак, начинаем нашу обвязочку. С вот этого уголка. Ну, с любого, в принципе, угла. То есть, вот он край наш. Вот сюда заводим крючок, захватываем ниточку и привязываем ее. Дальше набираем с вами 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И в следующий промежуток вяжем столбик без накида. Вновь 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. В следующий промежуток столбик без накида. Вновь 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. В следующий промежуток столбик без накида. Вновь. Раз, два, три, четыре. И столбик без накида в следующий промежуток. Таким образом, мы с вами должны провязать вот до вот этого, до следующего нашего уголка. Вот я дошла до угла, и уголок я буду провязывать вот сюда вот. Как бы получается, это вот вершинка последнего нашего столбика. Сюда вяжу столбик без накида. Набираю 4 воздушные. Два, три, четыре. И дальше продолжаю вязать в следующий промежуток. Вновь набираю 4 воздушные. Раз, два, три. Четыре. И вяжу в следующий промежуток. Итак, я буду вязать до следующего уголочка. А следующий уголок буду оформлять точно так же, как мы с вами поступили вот здесь вот. То есть, вот сюда провязываю столбик без накида. Четыре воздушные. И вот в вершинку последнего столбика, вот сюда вот, буду вязать столбик без накида. Опять четыре воздушные. И вот в этот промежуток, в первый, буду вязать столбик без накида. и буду продолжать так до следующего угла. Следующий угол буду оформлять точно так же, как и этот. Таким образом мы с вами должны провязать, пока не дойдем до начала нашего вязания. Вот я провязала последние 4 воздушные петли, и теперь в первую петельку, вот эту нашу, соединительной, присоединяюсь. Дальше вяжу 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Это будет мой удлиненный столбик. Если вы вяжете простыми столбиками с накидом, тогда вяжете 3 воздушные петли. Это будет половинка нашего уголка, который мы вязали, как бы вот сюда, вот в эту петлю, поэтому сейчас ее не считаю. И под арку вяжу 3 удлиненных столбика. 1, 2, 3. 1 воздушная. Теперь вяжу под следующую арку. Также 3 столбика. 1, 2, 3. 1 воздушная. Под следующую арку. 3 столбика. 1, 2, 3. 1 воздушная. И вот таким вот образом мы с вами доходим до нашего уголка. Вот он мой уголок. Я вяжу 1 воздушную. Вот он, угол. Я имею ввиду вот этот вот, да, прям край там, где мы вязали с вами столбик без накида. Теперь вяжем последний наш вот этот тройной элемент под арку. И вот эту последнюю, 2, 3. А теперь обратите внимание, пожалуйста, что перед углом мы никакую воздушную вот здесь вот не вяжем. Мы сразу в угол, вот там, где у нас был угловой вот этот столбик, вяжем столбик с накидом удлиненный. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же удлиненный столбик. Соответственно, если вы вяжете простыми столбиками, вы вяжете простой столбик с накидом. Теперь опять никаких воздушных петель после столбика мы также, после угла, точнее мы не делаем. Мы под арку сразу начинаем вязать 3 столбика. 1, 2, 1, 2, 3. А дальше вяжем по схеме воздушная петля под следующую цепочку 3 столбика. 1, 2, 3, воздушная петля. И опять под арку 3 столбика. Так провязываем до следующего уголочка. Вновь мы дошли до угла. Вот наш уголок. Вяжем 1 воздушную. И вот перед углом, как обычно, мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 2, 3. И теперь у нас идет сам угол. Вот он. Никаких воздушных перед ним мы не вяжем. Мы просто вяжем в уголок столбик с накидом удлиненный. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же петлю, столбик такой же провязываю. Дальше опять после нашего угла мы никаких воздушных не вяжем, а сразу под цепочку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, воздушная петля. И дальше вяжем по схеме. То есть, по цепочке нашей мы будем вязать по 3 столбика, а между ними по 1 воздушной петле. Когда дойдем до следующего угла, будем оформлять его, как вот этот и предыдущий. И так мы с вами провязываем до конца ряда. Вот у меня осталась последняя арка перед уголком. Вот там, где видите, мы вязали с вами изначально 4 воздушные петли, которые у нас заменяют столбик. Поэтому я вяжу 1 воздушную. Вот сюда, под последнюю арку, провязываю 3 столбика. Первый. Второй. Третий. Опять, так как перед уголком, да, вот как на всех углах мы с вами не вяжем никаких воздушных, сразу вяжем наш угол. То есть, вот сюда, в ту же петельку, вот откуда мы выходили. Вяжем столбик. Три воздушные. Раз, два, три. И теперь вот здесь, вот раз, два, три, четыре, в четвертую петлю соединительной присоединяюсь. Смотрите, если вы будете продолжать следующий ряд этим же цветом, тогда просто продолжайте вязать. Я сейчас буду менять цвет, поэтому провязываю 1 воздушную и обрезаю эту ниточку. Дальше я беру другой цвет нитки и вот сюда вот наш уголок вытаскиваю и привязываю хвостик. Стараюсь чуть ближе, вот к этому краю. Теперь вытаскиваю рабочую нить вот сюда вот. Вяжу 1 воздушную. Теперь сюда же вяжу столбик без накида. Вот так вот. Дальше вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И теперь вот сюда в следующий промежуток вяжу столбик без накида. Вновь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку столбик без накида. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Следующий промежуток. Итак, я провязываю до следующего угла. Вот он наш угол следующий. Я провязала последние 4 воздушные петли. В уголок вяжу столбик без накида. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же столбик без накида. Дальше вяжу 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующий промежуток вяжу столбик без накида. Опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Следующий промежуток. Так провязываю до следующего угла. Следующий угол вяжу точно так же, как этот. Столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида. И таким образом мне нужно будет провязать до конца ряда. То есть мы вяжем вот эти промежуточные цепочки. По 4 воздушные петли. Потом в промежутке предыдущего ряда вяжем столбик без накида. А уголки оформляем так, как сейчас мы сделали. И доходим до начала нашего вязания. То есть там, где мы вот меняли цвет. Вот я провязала последние 4 воздушные. Вот сюда в уголок вяжу столбик без накида. 1, 2, 2 воздушные. И вот сюда вяжу, как бы в первый столбик вяжу соединительную. Дальше набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Эти 4 петли у нас будут как столбик удлиненный. И будут они идти в уголок. Поэтому сейчас я здесь не считаю. Вяжу 1 промежуточную. И вот сюда вяжу, под первую нашу цепочку, 3 столбика. 2, 3. 1 воздушная. Под следующую цепочку также 3 столбика. 1, 2, 3, 1 воздушная. И так вот продолжаю до следующего уголка. По 3 столбика под каждую цепочку. А между ними по 1 воздушной петле. До следующего угла провязываю таким образом. Вот мой угол. Провязываю последнюю нашу цепочку. Перед ней, как обычно, промежуточная воздушная. Под цепочку 3 столбика. 1, 2, 3. И сейчас с вами будем вязать угол. Так как и так же будем вязать все оставшиеся. То есть все углы дальнейшие в этом ряду будут вязаться именно так же. То есть перед углом мы вяжем воздушную. В уголок вот сюда вяжем 2 столбика. 1, 2, 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же 2 столбика. 1, 2. И вот он наш уголок. Теперь после угла вяжем воздушную. И под первую цепочку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, 3, воздушная. И дальше под следующую цепочку опять 3 столбика. И вот таким вот образом мы должны с вами оформлять каждый последующий угол. А все наши вот эти промежуточные, то есть боковые стороны, провязываем так, как всегда. То есть как вот в этом ряду, в предыдущем. По 3 столбика, воздушная 3 столбика и так далее. Здесь главное не забывайте, что в этом ряду перед углом и после угла должна быть воздушная петля. Вот у меня последняя цепочка перед углом. Как обычно вяжу промежуточную воздушную. Под цепочку 3 столбика. Первый. Второй. И третий. А теперь нам нужно дооформить угол, так как вот здесь у нас уже один как бы столбик есть. То есть мы перед углом вяжем одну воздушную, в уголок вяжем 2 столбика. Первый. Второй. Три воздушные. Раз, два, три. Один столбик в уголок. И теперь вяжем 1, 2, 3, 4. В общем, в верхнюю 1, 2, 3, 4. В верхнюю нашу вот эту вот петельку. Одна вот здесь промежуточная должна остаться. А вот четвертую мы вяжем соединительную. И вот мы с вами закрыли этот угол точно так же, как и все остальные. Дальше я буду менять цвет нитки. Я вяжу одну воздушную и обрезаю. Беру следующую ниточку и буду уже крепиться. Вот у нас, да, там где было 2 столбика. Вот наш уголок. И вот сюда вот сразу за двумя столбиками я завожу нитку и привязываю ее. Теперь вытаскиваю петелечку, убираю 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Вяжу в следующий промежуток столбик без накида. Вновь 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Следующий промежуток столбик без накида. И так я провязываю, как обычно, до угла. Вот смотрите, провязала 4 воздушные петли. И вот наш угол. И перед углом 2 столбика. Я провязываю перед двумя столбиками столбик без накида. Набираю 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Теперь буду оформлять угол так, как оформляла вот здесь. То есть вяжу столбик без накида, две воздушные, раз, два, и сюда же столбик без накида. Дальше набираю 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И вяжу столбик без накида вот сюда, сразу за двумя столбиками. Дальше 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И в следующий промежуток столбик без накида. Дальше вяжу по схеме. И так провязываю до конца ряда. И все последующие углы оформляю именно вот так, как мы с вами сейчас здесь провязали. Вот конец ряда. 4 воздушные петли провязываю вот перед двумя угловыми столбиками. Вяжу столбик без накида. Опять 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И теперь вот сюда в уголок вяжу столбик без накида. Две воздушные. И столбик без накида. Дальше вяжу 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И вот сюда вот, вот в этот промежуток, я вяжу столбик без накида. Вот таким вот образом. Теперь вот наш уголок остался здесь. Вот сюда вот под первую арку мы переходим в соединительные. Дальше набираем 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Они нам заменяют первый столбик. Сюда же вяжем второй. Второй, третий. Одна воздушная. Под следующую цепочку также три столбика. Первый, второй, третий. Воздушная. И так провязываем до следующего угла. И вот получается мы с вами дошли до угла, провязали в последнюю вот эту цепочку три столбика. И теперь мы будем повторять вот этот ряд. То есть, как видите, у нас с вами повторяется вот этот ряд, вот этот. Опять у нас вот этот беленький, как вот этот первый розовый. Соответственно, сейчас мы будем вязать, как вот этот второй розовый. Вяжем воздушную. Два столбика. В уголок раз, два, три воздушные петли. Раз, два, три. И теперь сюда же еще два столбика. Первый. Второй. Одна воздушная петля. И вот сюда, в первую цепочку, под нее вяжем три столбика. Первый. Второй. Третий. Одна воздушная. И опять под следующую три столбика. Первый. Второй. Третий. Воздушная. И вот так вяжу до следующего угла. А следующий угол оформляю точно так же, как вот этот. Потом опять вяжу, так как мы вязали вот эту сторону, дохожу до следующего угла, провязываю угол. И так, по такому принципу нужно нам провязать до конца ряда. Вот я практически дошла до конца ряда, провязываю воздушную петлю. И теперь, как обычно, вот он наш угол. Перед углом вяжу три столбика. Первый. Второй. Третий. Одна воздушная. В уголок вяжу два столбика. Первый. Второй. Три воздушные. Раз, два, три. Теперь сюда же в уголок два столбика. Первый. Второй. В воздушные. Теперь вяжу вот сюда, вот, в последнюю нашу цепочку, три столбика. Первый. Второй. Третий. Одна воздушная. И теперь вот здесь вот находим первая, вторая, третья, четвертая, да, вот, как бы это первый столбик наш заканчивается. А мы с вами присоединяемся во второй столбик, в вершинку, вот так вот, под две стеночки. Заводим крючок и присоединяемся соединительной. И у нас с вами остался последний ряд. Итак, последний ряд мы с вами будем начинать вот со следующего промежутка, то есть мы переходим соединительной в следующую петлю. А уже вот сюда вяжем столбик без накида. Дальше набираем две воздушные. Раз, два. Делаем накид. И в следующий промежуток вяжем столбик с накидом. Вот так у нас получилось. Теперь набираем четыре воздушные. Раз, два, три, четыре. Это первый столбик. Теперь вот сюда вяжу второй. Третий. Четвертый. И пятый. То есть получается, вот это у нас первые четыре петли был как за первый столбик, и еще четыре мы провязали. Теперь нахожу следующий промежуток, в него вяжу столбик без накида. Дальше повторяю вот этот элемент. Набираю две воздушные. Раз, два. Делаю накид. И в следующий промежуток вяжу столбик с накидом удлиненный. Дальше набираю четыре воздушные. Раз, два, три, четыре. Это первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжу, вот в этот промежуток, второй, третий, четвертый и пятый. Следующий промежуток вяжем столбик без накида. То есть, и вот таким образом мы с вами провязываем до угла, то есть вот досюда. Вот я дошла до угла, теперь смотрите, видите, у нас тут вот два столбика. Вот мы должны как бы прикрепиться перед ними, то есть столбик без накида вяжем перед ними, перед угловыми нашими вот этими двумя столбиками. Дальше вяжем две воздушные и вот сюда в уголок вяжем столбик. Дальше набираем четыре воздушные. Два, три, четыре. Это наш первый столбик. Сюда в серединку вяжем второй, третий, четвертый, пятый. столбик без накида вот сюда, вот сразу за нашим углом, да, вот там где у нас два столбика, вот сразу за этими двумя столбиками вяжем столбик без накида. Дальше продолжаем вязать, как вы вязали, то есть две воздушные, раз, два. Следующий промежуток вяжем вяжем столбик без накида. Четыре воздушные петли, два, три, четыре. Это наш первый столбик, сюда в промежуток вяжем еще второй, третий, четвертый и пятый. Следующий промежуток вяжем вяжем столбик без накида. То есть дальше мы с вами продолжаем вязать по схеме. Самое главное, вот когда мы с вами доходим до угла, без разницы, как бы, где бы мы ни остановились, мы обязательно должны провязать именно вот перед двумя столбиками, потом в серединку и сюда. Не перескакивайте, да, там, допустим, если вот сюда прикрепились и не перескакивайте сразу на серединку вот здесь, потому что будет так достягивать угол. И дальше продолжаем вязать, как вязали. И провязываем так до конца ряда. Вот я провязала последний угол, вот здесь вот арку провязала, и вот наше начало вязания. И мы просто вяжем вот сюда, вот в этот столбик без накида, вяжем соединительную петлю. И все, мы закрыли вязание. Дальше делаем одну воздушную и обрезаем нитку. И вот мой коврик уже готов. Получилась вот такая вот симпатичная обвязочка. И на этом данный мастер-класс окончен. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые мастер-классы. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.